Израильтянки научились рожать детей с винтовками М-16 в руках. Ощущение конца света. Когда у тебя теракты на улицах, подрывают автобусы. Жопу бухой, спишь на кране. Окей, все, не боюсь вообще ничего. Все самые гениальные идеи были придуманы, когда они сидели на унитазе. Плитка на полу, это просто какой-то апофеоз петельца вообще нашего, сельмяжного. Мы же, по сути, обманули государство. Это хакерство. Чуваки, мы просто хотим там котиков постить. Да нет, они в сериале. С Ильей Кенигштейном я познакомился после того, как мы провели квартирник Франч Ти Ви в креативном квартале, совладельцем которого является Илья. Это только потом я узнал, что благодаря ему на украинском рынке когда-то появился 3G. Илья буквально пропихнул его своими гражданскими инициативами. А сейчас делает что-то подобное с Пейпалом. Кстати, сегодня поговорим о том, как заставить государство делать то, что полезно для общества. Расскажем об офисных трендах и о том, с чего, собственно, стоит начать менять свой офис. Но это все будет потом. Начать интервью я шил все-таки немного с другой историей. Кстати, в выпуске присутствует мат. Приятного вам, блядь, просмотра. Ты хорошо помнишь свой день 11 сентября 2001 года? Расскажи, что там происходило у тебя. Я тогда жил в Тель-Авиве. Работал на телеканале НТВ Интернешнл. НТВ Интернешнл – это телеканал Владимира Гусинского. Филиал, соответственно, то есть их в Израиле. Там главный хед офис, потому что Гуся уже так тому времени достаточно серьезно щемили. И он жил в Испании, то его там домашний арест или еще что-то, если помнишь. Этот офис был достаточно важный, потому что там сидел главный директор всей сетки. Доверенное лицо Гусинского, который всем этим управлял. Там же, кстати, с Киселевым познакомился. В мои задачи входило построить сетку, вернее, не построить сетку, она уже была построена, построить сетку продаж рекламы в тех странах, где НТВ вещал, кроме Израиля. И я, соответственно, откуда я доставал все лиды и с кем я общался, естественно, что тогда все это доставалось из интернета. Даже в Израиле были плохие провайдеры, которые там периодически падали. У меня был один провайдер, такой NetVision, который там периодически падал. Я все время им звонил, ругался, говорил, чуваки, что вы козлы, включите и так далее. И у меня сидел в своем маленьком офисе в бизнес-центре, который называется Мигдалявив в Тель-Авиве. Я сидел, возле меня компьютер, возле меня там рядом со мной телефон. И тут смотрю, что у меня все полностью, то есть как бы интернет опять упал, умер. Я ничего не могу сделать. Я звоню опять в этот долбанный NetVision. Поднимает трубку там какой-то молодой парень. То есть я ему говорю, опять вы козлы там уронили и так далее, и так далее. Он молчает и потом говорит, слушай, а ты, говорит, в курсе, что сейчас происходит? Я говорю, нет. Он говорит, иди в телевизор включай. А я попытался еще раз зайти куда-нибудь. Естественно, что первая реакция это попасть на СНН. Ноль. Все лежит. Я бегу, соответственно, в нашу студию, захожу. В этой студии огромное количество телевизоров, они так на всю стену. И в этот момент, когда я захожу, вижу, как второй самолет врезается во вторую башню. И это было совершенно невероятно. Буквально через пару минут начинает слышно, мы все слышим сирену. Израильтяне тогда полностью перекрыли небо, моментально все сразу же. Ощущение конца света, начинающегося. То есть вот это ощущение, оно очень хорошо было передано лицами вокруг. То есть ноль на дорогах, машин моментально вымерло все. Перекрыли небо сразу же. Куча вертолетов и самолетов, и истребителей в воздухе. То есть как бы подняли всех, то есть они летали над Тель-Авивом. Потому что все думали, что сейчас будет атака на Тель-Авив. Как быстро это произошло? В течение 40 минут, часа все были на ушах уже. Все были на ушах. И еще в течение полутора-двух часов Тель-Авив был пустой. Ну, в смысле, то есть все сидели по домам. Я помню, что тогда мы, естественно, что я приехал домой, мы не ложились практически там спать. Мы смотрели весь этот эфир. И естественно, что для нас это все было совершенно невероятным событием. Израиль к тому моменту уже многие годы жил под страхом. Не под страхом, а просто как это данность была уже террористическая. И, к сожалению, теперь мы с этим столкнулись. Вот Украина. Ты, кстати, переехал не потому, что Израиль показался тебе менее безопасной страной, чем Украина. Абсолютно. Израиль более безопасная страна. Ну, сейчас очевидно это, да. Так, на самом деле, это и иллюзия была в том, что, слушай, ну, понятное дело, что тебе непросто там смириться, когда идет там атака на Тель-Авив. И когда скады летят, там, с сектора газа летят на Тель-Авив, а израильтяне запускают вот этот железный купол свой. Знаешь, как две ракеты, знаешь, как работают. Как два по стоимости, как каждая из них, это как Аймель, да, два Мерседеса так влетает в воздух. То есть, как бы, они друг с другом взрываются возле этой ракеты, соответственно, то есть, она уничтожается. Это, на самом деле, очень крутая штука. Запустили израильтяне ее, там, достаточно быстро в 12, в конце 2012 года, тогда, когда вдруг внезапно стали опять херачить из газа, стали херачить подалью. Когда ты живешь в таком состоянии, постоянно, да, то есть, когда у тебя теракты на улицах, там, подрывают автобусы, то есть, как бы, куча смертников, куча смертей и так далее, и так далее. То есть, с одной стороны, то есть, тебе очень важно, чтобы ты ощущал постоянную поддержку государства. Не то, то, что оно там, в случае чего, просто все разбежались и все. Когда у тебя много терактов, тогда тебе необходимо или есть угроза, тебе необходимо, в первую очередь, что? Это ощущать, что за тобой есть тыл, да, что тебя кто-то, ты не безразличен кому-то. Это дает тебе возможность не превратиться в животное. Вот этого я больше всего боюсь, на самом деле. Это то, что отличает Украину от Израиля в том, что в Украине непонятна реакция на подобный ивент, не дай бог, если он произойдет. То есть, как бы, что будет происходить с людьми? Ты недавно фильм посмотрел, в котором за неделю люди в Штатах, американский фильм, то есть, там, внезапно пропал вся Калифорния, как обычно, начиная с Лос-Анджелеса, пропал свет и электричество, интернет. Как за неделю люди превратились в животных, в зверей, да, то есть, за неделю. Вот это самое страшное ощущение, да, то есть, вдруг, не дай бог, какой-нибудь апокалипсис или какая-нибудь техногенная катастрофа, не дай бог, не дай бог. Вот, как будут реагировать силовики, как будет реагировать правительство, как будет реагировать, потому что это нужно делать здесь и сейчас. И это находится прямо здесь, это не находится где-то за 700 километров в зоне АТО, это находится рядом с тобой, своим домом. Вот это вот очень важная штука. В Израиле как это происходит? Почему ты ощущаешь вот этот вот тыл? Ну, смотри, здесь, во-первых, население все, относительные фаталисты уже, потому что они, ну, воспринимают жизнь такого, как она есть. Не потому что они там верующие или в иудаизме есть какая-то часть, которая говорит о том, что ты должен покориться, смириться и прочая хуета. Это, на самом деле, то есть, как бы проблема любой религии. Когда у тебя постоянно есть угроза, когда ты фактически с рождения, да, как шутят о том, что израильтянки научились рожать детей с винтовками М-16 в руках, то есть, когда у тебя постоянно есть ощущение того, что у тебя, ну, напряг такой, да, ты умеешь расслабляться, ну, учишься расслабляться в этом состоянии. Даже тяжело подобрать какое-то сравнение, то есть, как бы, ну, вот представь себе, что ты вот в жопу бухой спишь на кране. То есть, ты, с одной стороны, как бы ничего не можешь сделать, потому что ты в жопу бухой, а с другой стороны у тебя стрём такой пьяный, то есть, чтобы не упасть, балансируешь. Так вот, с точки зрения ощущения, как бы, то есть, вот этой постоянной опасности, она дает тебе, с одной стороны, очень крутую консолидацию общества, и тебя уже есть, у тебя есть еще один, это еще один экспириенс, то есть, ты уже, как бы, воспринимаешь людей рядом с тобой, ближе. Но это чисто еврейская тема. Это не еврейская тема, это не еврейская тема. Я говорю про излитян, другие люди совсем. Здесь большая разница и очень много заблуждений с точки зрения того, что это писает Израиль, и когда по Израилю судят по местным евреям, то есть, как бы, это не совсем правильно, не совсем корректно, не совсем точно. Потому что Израиль, он, понятно, разный, но у него есть, например, 250-300 тысяч человек, которые живут из 8 миллионов, они делают всю погоду во всем мире. Почему? Потому что они занимаются хай-теком, и они создают совершенно сумасшедшие, невероятные вещи, инновационные, которых вообще-то себе представить даже не мог. Вот они делают, а все остальные – это потребители, то есть, как бы, это обычные люди, как, я не знаю, как вот большинство из нас, да, то есть, но вот эти вот 300 тысяч белых ворон, они создают такую картину мира, как будто можно себе представить, что весь Израиль – это просто, блядь, какая-то супертехнологическая держава. До сих пор живут люди, которые, честно тебе скажу, не везде, но есть, которые до сих пор зубы не чистят. Понимаешь, то есть, как бы, он разный, он разный. И вот эта иллюзия в том, что все евреи собрались под одной крышей, она, на самом деле, абсолютно неправильная. Но, когда у тебя есть институт такого гражданства, да, когда ты понимаешь, что это твоя страна, когда ты не просто «ура, патриот», а когда ты понимаешь, что тебе нужно что-то делать. Для этого вот, как швейцарцы, каждый год ходишь там в призыв на месяц, и в этот момент ты вчера был СИО, какой-нибудь крутой компанией, а сегодня ты такой же лейтенант, как и все остальные. Гринтовку из шкафа и пошли. Вот, и это кайф для тебя, потому что ты в этот момент там кайфуешь, ты вне там дома, то есть, как бы, с друзьями там и так далее. И когда у тебя есть плюс к этому еще вот общая, как бы, опасность, которая тебя заставляет кожи ощущать и думать о том, как тебе сохранить периметр, да, это дает тебе невероятное количество энергии, особенно, когда рядом с тобой такие же, как и ты. И это с тобой вот здесь рядом происходит, не происходит где-то там, понимаешь? То есть, поэтому вот это вот еще важное чувство для любого там гражданина, любого человека, который хотел бы себя называть там или говорит, что я люблю страну. Так как быстро ты смог привыкнуть к постоянной ежеминутной угрозе? И как быстро к этому может привыкнуть человек, который решит переехать? Года за 2, за 2,5. Это приходит каким образом? Когда ты уже на это испытал на себе, когда звучит сирена, ты знаешь, что делать. То есть, как бы, когда ты понимаешь, что у тебя в каждой квартире, где ты живешь, у тебя есть специальная комната, в которую тебе нужно зайти и закрыть, потому что она герметична, специальная дверь там герметично закрывается. Когда у тебя есть противогаз дома. Потому что в Тель-Авиве есть такой очень крутой такой сквер, который называется Ротшильдсквер. И вот этот сквер – это место встречи всей молодежи, то есть, там огромное количество стартапов вокруг сидит. Такая силиконовая мекка, то есть, огромное количество людей. И вот в основном молодых. Там какие-то арт-объекты, какие-то самые модные рестораны и так далее. Вот я помню, когда я шел вечером по этому скверу, и внезапно началась, зазвучала сирена, и нужно было срочно бежать в ближайшее бомбоубежище. И понятно, что все побежали там по ресторанам, то есть, как бы, потому что они и сидят на этих бомбоубежищах по домам, ну, рядом. Но когда я спешно шел в один из ресторанов, я увидел то, что половина примерно вот этого сквера, вот эти все молодые люди, они никуда не двинулись. Они просто тупо стоят дальше, общаются друг с другом, как ни в чем не бывало, и так далее, и так далее. Я был шокирован этим. Я был просто шокирован. Почему? Потому что это дает тебе понимание, что им по большому… Они понимают, что может там 1% из 100, то что в результате там ебанет прямо в их кучу и так далее. Ну, это 1% из 100. 99%, если ты, будучи оптимистом, когда-нибудь пил воду, да, то есть, как бы, ты понимаешь, что, в общем-то, стакан все равно fucking полон, понимаешь? То есть, как бы, и поэтому, то у них к этому именно такой подход. Это же меня просто очень здорово перевернуло. То есть, я спустя 2-2,5 года, я для себя сделал вывод о том, что я окей, все, я не боюсь вообще ничего. Оно либо случится, либо не случится. Есть в этом доля фатализма, безусловно. Ну, а сейчас мы резко сменим тему и поговорим с Ильей о более современных событиях и о том, как вам, кстати, начать менять свой офис, свое окружение вокруг. Но прежде я бы хотел напомнить, что 6 октября в Киеве пройдет масштабное мероприятие «Бизнес-концентрат 3.0». Это тысячи предпринимателей, это 5 спикеров на сцене, и мы там, конечно, тоже будем. Кстати, у вас есть, друзья, возможность выиграть один из двух VIP-билетов или обед с Оскаром Хартманом, хедлайнером мероприятия, и все, что для этого нужно сделать, вот реально все, это сделать фоточку, селфи, выложить ее в Инстаграме или Фейсбуке, подписать ее «Мое лицо после тренинга», там, конечно же, должно быть ваше лицо, выражение вы уже сами подберете, и обязательно хэштег «Бизнес-концентрат не такой». Именно поэтому хэштегу организаторы вас выберут, если фотка им понравится, вы уж постарайтесь, пожалуйста, то вы сможете выиграть один из трех крутых призов, и увидимся с вами на «Бизнес-концентрате». Кстати, там будет наш стенд по упаковке франшиз. Как вы знаете, мы уже более 16 лет этим занимаемся, сотни упакованных кейсов, и если у вас есть бизнес, который вы хотите упаковать во франшизу, или у вас есть вопросы какие-то, то приходите на «Бизнес-концентрат» 6 октября, найдите нас там, проконсультируем, расскажем, как это все делать. Но если вам не терпится, и франшиза нужна уже на вчера, то качайте нашу презентацию, ссылочку вы найдете вот здесь, плюс в описании, там же есть все по конкурсу, в общем, франшизы, конкурсы, все там в описании, обязательно его посмотрите, почитайте, найдете там массу полезной информации после того, как закончите смотреть это интервью. Кстати, продолжим. Я же открывал, делал презентацию Uber в Украине, вот, тоже отдельная история, как мы там привезли директора европейского офиса Uber во Львов, напоили его просто в дрянь, и в результате, то есть, как бы, он там, на следующий день, он сказал, чуваки, мы заходим в Украину, 100% уже, то есть, как бы, вторым будет Львов, то есть, как бы, и так далее. Я должен был открывать эту тусовку, вот, квартала еще тогда не было, мы его только-только готовили, и вот эту презентацию, то есть, как бы, решили сделать в Федерев Хаб, в Украине. Я на эту презентацию опоздал, потому что не приехало такси, то есть, как бы, я его ждал, оно не приехало. А потом, когда мы ехали, соответственно, там, по дороге, там, мост, словно, короче, ну, все подряд, потому что в итоге, когда приехали, была очень веселая история, потому что перед тем, как я поднимаюсь на сцену, Мне подходит какой-то чувак, какой-то тип такой, и говорит, слушай, ты же будешь сейчас со сцены объявлять месяц бесплатных поездок. А у Uber есть просто традиция, он в каждом городе, где он запускается, у него первым пассажиром является всегда мэр, который торжественно приезжает. И он называется passenger number zero, или passenger number, ну, то есть нулевой. Я говорю, да, буду, конечно, то есть как бы вот сейчас Кличко там вроде с Volkswagen за ним сейчас первый приедет, то есть как бы его из мэрии заберут и привезут сюда. Он говорит, только скажи, пожалуйста, чтобы ты говори не пассажир номер ноль, а пассажир номер один, ноль не надо говорить на Кличко, я говорю, хорошо, понял. Хотя во всем мире ни один мэр не жаловался за того, что он ноль. Ну, это просто у нас не в традиции, у нас же какая традиция, у нас же там, где нулевой, да, этаж, на самом деле у нас он называется первый, понимаешь, то есть, а первый у нас второй, ну и так далее. То есть поэтому здесь как спорить, с точки зрения нашего мира, у нас же много таких перекосов, с точки зрения нашего мира все окей, они идиоты, а с точки зрения их мира, они тип-тупо не понимают о том, то есть как бы куда ехать, на ноль ехать или ехать на первый и так далее. Я всегда обращаю в офисах на общественные места, в первую очередь на туалеты. Я считаю, что туалет, это, наверное, если не самый, то одна из самых главных деталей в строении любого общественного места, ну, а в первую очередь офиса. Вот, поскольку туалеты – это отражение того, как, по сути, там, тот же лендлорд относится к тебе, да, то есть, или тот же, там, владелец компании относится к тебе. Здесь не в чистоте дело, здесь нужно, чтобы они были эстетически правильными, да, потому что я уверен в том, что все самые гениальные идеи у современных людей, начиная от самых знаменитых, там, того же Джобса и заканчивая тем же, там, я не знаю, там, юнеймит, бланком, да, то есть, как бы, они были придуманы, когда они сидели на унитазе, да, то есть, как бы, потому что это тот момент, когда ты встаешься сам с собой, и, соответственно, то есть, как бы, у тебя есть некоторое время уединиться, потому что все остальное время тебе очень тяжело это сделать. Ты либо спишь, тогда ты сам с собой, но тогда у тебя отключен мозг, либо ты в редкие минуты наедине с самим собой, но тебя там постоянно отвлекает какой-нибудь девайс, там, который на тебе, понимаешь, то есть, как бы, вот, туалет – это то место, в котором ты 100%, то есть, как бы, находишься сам с собой, а мало кто у нас умеет отключать себя от внешнего мира, переходить в состояние такого digital detox'а искусственным образом, то есть, типа, ну, тяжело заставить себя отключить телефон, да. Давай еще относительно остаться наедине с собой, это спальные капсулы в офисах. Для гибернации очень важная тема. Знаешь, такая гибернация, когда ты хочешь, тебе нужно полчаса, 40 минут в течение всего дня пойти где-то отвалить вообще и все. Вот это очень важная тема. Она как раз для этого и нужна. То есть, у нас все время спрашивали, а нафига, нафига, нафига вы делаете эти спальные капсулы? Ну, типа, там нужно же заморачиваться с постелью, там, убирать ее, там, сгладить, стирать и все остальное и так далее. Мы говорим, нет, у нас есть базовая такая история, которую мы стираем, там, один раз в несколько дней, ну, простыня. У нас нет ни одеяла, ни подушек, там, ничего и так далее. То есть, как бы, это достаточно тебе для того, чтобы ты аккуратно мог залезть туда в одежде. Если хочешь, можешь укрыться пледом, если хочешь, можешь поспать, если хочешь, можешь просто посидеть, помедитировать, потому что они черные все внутри. Ну и, соответственно, то есть, каким-то образом, там, побыть наедине с собой. Вот этот тренд, который называется privacy внутри экосистемы, это и есть самый правильный тренд современных офисов. Когда у тебя есть огромное количество близких тебе по духу людей, не одетых одинаково, а мыслящих примерно так же, как и ты. Но при этом, при всем, у тебя есть возможность где-то спрятаться, в свою нору залезть и вылезти, когда тебе это необходимо, в общую зону, типа, наших лаунжей и так далее. Вот это самый крутой тренд. Поэтому вот эти все офисы фейсбука, они меня очень вдохновляли, конечно, с самого начала. То есть я по ним лазил. Недавно у меня там хороший товарищ работал, вот, то есть он меня пригласил в очередной раз. Я туда приехал, и у них есть старый, старый их квартал. И, соответственно, есть новый. Новый называется Building 20. И сейчас они вместе рядом с этим домом построили еще несколько домов. И выглядит это следующий момент. Вложено туда просто сотни миллионов, потому что он совершенно невероятно, огромный вообще. То есть, как бы, и когда ты ходишь, внутри не просто глазеешь, на Моу Цукерберг пошел, то есть он там дизельно ходит. А когда ты смотришь на это с точки зрения эргономики внутренней, то есть как бы, и смотришь с точки зрения того, как устроено все, то это совершенно невероятные такие произведения искусства офисного в какой-то степени. Ну, это огромный ангар. Вот этот 20-й дом или Building 20, огромный ангар с экопарком наверху. Вот, причем это парк не в нашем понимании серымяжном, да, когда у нас там три елки воткнул, вокруг все плитка, и это называется экопарк. Там, в первую очередь, сначала, то есть они создают огромный, мягчайший такой ковер из травы. После этого садят натуральную величину деревья, кусты и так далее. То есть все это абсолютно асимметрично, в какой-то степени хаотично. Между ними прокладывают дорожки, то есть как бы и так далее. И вот ты, когда попадаешь туда, у тебя полная иллюзия того, что ты находишься в лесу, даже не в парке, а в лесу. Они на крышу второго здания, они, значит, затаскивали секвою, которая сама по себе размером с высотой с это здание, то есть как бы и каким образом она же не просто там плоская стоит, у нее какая-то корневая система и так далее. Как они это решили, я не представляю себе. Но ничего невозможного нет. То есть начнем с того, что у них там наверху парк, в котором, соответственно, каждый сотрудник, любой, да, то есть может подняться, погулять там, или же сделать там встречу, или же там сделать вот этот тимбилдинг, или вообще тупо концерт провести, провести, провести туда какую-нибудь, не знаю, там какую-нибудь группу и, соответственно, то есть там отбомбить. Мы говорим о таких вещах и о таких компаниях многомиллиардных или дорогостоящих, как те же спальные капсулы. Что можно из вот новых трендов офисных внедрить с небольшими бюджетами в обычных офисах наших всех, где все наши зрители, наверное, работают, большинство из них? Туалеты, в первую очередь. Еще раз, то есть я являюсь адептом правильно сделанных общих мест, вот, потому что, на мой взгляд, они дают тебе не только даже возможность там уединиться, они дают тебе возможность переоценить себя, да, то есть они дают тебе возможность не просто там какую-то физиологическую нужду исправить, а они дают тебе возможность, то есть почувствовать себя человеком. Ну, то есть это очень важная штука. Поэтому я бы начал, если любой офис, который хочет каким-то образом начать меняться, я бы начал на их месте думать не там про кухню и не про рабочие кабинеты там, или не про столы там, или еще про что-то. А знаешь, что у нас еще народ же думает, в первую очередь, там, кабинет директора себе сразу же. А я бы начал с туалетов, то есть как бы это очень важная штука. Вот с туалетов, если ты сделаешь яркими и интересными, креативными и чистыми, вылизанными и эстетически правильными, вот эти все санузлы, да, то есть как бы у нас для девочек в туалет, там стоит кресло красное, фантастически красивое, и напротив него зеркало стоит для того, чтобы девушка могла там, допустим, просто там подкраситься, например, если она хочет, да, то есть как бы, или просто на себя в зеркало посмотреть. Вторая штука, которую я думаю, что необходимо сделать для того, чтобы начать менять, это общие места при входе. Вот, когда ты заходишь в любое здание наше, первым делом видишь кого, ты видишь ебло охранника, который стоит перед тобой, вот, в окитоке, в костюме, то есть как бы, и соответственно, то есть на этом заканчивается вся наша офисная индустрия. Как бы его надо гнать, то есть, ну, естественно, что там нужно сделать так, чтобы тебе было комфортно с первого метра, там, ну, вот буквально с самого начала. Чтобы ты не видел рожу охранника, а чтобы ты видел там лицо человека, одухотворенное более-менее, для того, чтобы тебе, то есть, как бы, можно было там, не бояться подойти, что-то спросить и так далее, и так далее. То есть охранники, охранников надо на какие-то курсы там по эстетике отправлять, наверное. Если чем больше хочешь денег зарабатывать, тем культурнее должен быть твой охранник. В последнюю очередь я бы стал думать про рабочие места и все остальное, потому что даже несмотря на то, что у нас до сих пор во многих офисах плитка на полу. А что должно быть на полу? В моем понимании, или дерево, или ламинат, или дерево, или ковролин. Плитка на полу это просто какой-то апофеоз пиздеца вообще нашего, сирмяжного. Там, где рабочее место, ты не должен сидеть на асфальте. То есть, если ты хочешь работать продуктивно, не сиди на асфальте. А вот эта вот история с этой плиткой нашей, знаешь, такого кофейного цвета, ромбиком, блядь, положили ее. Вот это вот, конечно, просто, это меня просто выбешивает невероятно вообще. У нас же проблема всех наших недокорпораций в том, что у нас типа, ну все играют какую-то роль свою. Типа директор и типа подчиненные. То есть, как бы, а директор типа умнее, чем типа подчиненный. То есть, все выполняют какую-то роль. И ты постоянно вот в этой лжи, знаешь, что здесь как бы находишься. В то время как в главнейшем из сегодняшний день является понятие, особенно в растущих компаниях, является понятие командности. То есть, как бы не банально это не звучало. Но командность здесь тоже должна быть. Каждый должен понимать, что он делает. И вот то, что мне, да, нравится у Netflix, это в первую очередь то, что они всем своим сотрудникам говорят в первую очередь. Мы не семья. Вы должны к этому просто быть готовы. Мы не семья. Мы ни хера не семья. И мы не друзья. Да, то есть, как бы, ну у нас есть одна цель. Мы приходим сюда, никто из нас здесь не будет сидеть по 10 лет. Вначале это шок. После этого ты, когда начинаешь в это углубляться, понимаешь, что они тебя больше ценят просто. То есть, вот это их самый начат, их этот стейтмент, он дает совершенно другого уровня восприятия самого себя. У меня есть такая любимая моя рубрика. Я перед интервью смотрю Facebook своего героя. Просто фотки, а ты их как-то прокомментируешь. Что здесь происходит? Это мертвая петля. Я вверх головой где-то, по-моему, 6G. 6G это много? Но 6G это типа перегруз, который, если не ошибаюсь, там больше, чем Гагарин, когда взлетал. Вот, только у него это было постоянно, а здесь у меня там было пару секунд, но это было достаточно. Но ты улыбаешься здесь. Я улыбаюсь, потому что это единственная возможность не наблевать в этот момент. И не подохнуть вообще, то есть как бы от затмения в глазах. Это в январе в Сан-Франциско, тогда, когда наконец-то там все легализовали. Рекламировала это все, ну, всякие типа магазины специальные, в которых там все это в медицинских целях продается и так далее. На самом деле в Сан-Франциско курит обычные сигареты только бомжи, ну и наши. Вот. И, соответственно, марихуану курят примерно все. Вот. То есть ты называешь легализацию и вообще, ну, в частности, в наших условиях она возможна? Ты знаешь, что у нас условия ничем не отличаются от там... Ну, у нас не все, мне кажется, курят. Ну, ты имеешь в виду, что если у нас там будет легализована продажа оружия, то все перестреляют друг друга? Ну, у нас она фактически и так уже легализована. Ну, да. То есть, как бы, если у нас будет легализация марихуаны, то у нас типа там все будет... Нет, я ничего не считаю, я твое мнение спрашиваю. То есть у нас возможна легализация? Да. Я думаю, что это абсолютно... Ты не будешь как инициатор многих проектов продвигать? По легализации? Да, да, да. Нет, знаешь, я честно на каком-то этапе разочаровался уже в нашем всем этим пути реформ. То есть, как бы, поэтому мне там двух хватило. Не двух, вернее, а полутора. Одну не наделаю никак. Это не реформа, на самом деле, а ты PayPal, да. Гораздо важнее, чем реформа. А с точки зрения легализации, то есть, у меня были мысли, но на самом деле, то есть, это пока что звучит абсурдно. У нас простые вещи не понимают, тупо простые вещи не понимают до сих пор. У нас до сих пор на афроамериканцев пальцами показывают. Понимаешь, то есть, как бы, о чем можно разговаривать? Какая нахрен марихуана? То есть, поэтому в контексте с марихуаной, наверное, то есть, нам нужно еще 10 лет прожить, а потом как 3G последними в мире или в Европе, то есть, как бы, мы это там легализуем, то есть, когда уже нахрен кому не нужно будет интересно вообще. У тебя очень много картин Василия Ложкина. Да, я его обожаю вообще. Я считаю, что Ложкин идеально олицетворяет то состояние общества, в котором мы сегодня все живем. А он мне позволяет на все это взглянуть через призму иронии, через призму веселую, такую призму, не воспринимать это все драматично, да, то есть, как бы, воспринимать это все весело, то есть, как бы, поэтому это супер. Не знаком с ним? Нет, к сожалению, нет, очень хотел бы. Мне кажется, что он совершенно гениальный человек. У тебя, помимо картин Василия Ложкина, очень много еще фотографий с неработающими эскалаторами и прочими вот элементами городской инфраструктуры. Это такая же попытка, как в случае с 3G и другими твоими инициативами что-то, какую-то идею продавить со временем? Да, это хакерство. Хакерство? Угу, чисто воды. Я считаю, что... Как это работает? Смотри, ну, вот 3G, да, простой пример. Ну, самый твой успешный кейс. Ну, это единственный успешный кейс, слушай. Ну, да. Ну, 3G, с одной стороны, то есть, мы же, по сути, обманули государство. Была монополия, то есть, как бы, мы сказали, чуваки, мы просто хотим там котиков постить в Инстаграм, да. Зачем нам, то есть, как бы, говорить им о том, что цифровая демократия доступна и возможна только тогда, когда у тебя есть, блядь, дороги, а 3G, в этом смысле, это и есть дорога, понимаешь? То есть, как у нас между городами. Вот то же самое между людьми. Зачем тебе говорить о том, что способ, скорость передачи информации, популярность Фейсбука, возможность каждому о чем-то, что-то рассказать здесь и сейчас, появление всех наших инфлюенсеров и все остальное было бы невозможным или очень замедленным, если бы не было технической возможности сделать это в любом месте, практически в любом месте, в любое время. Вот. Поэтому, когда мы с Владом Воскресенском изначально, моим другом, решили эту историю запустить, мы поняли, что нам вряд ли это удастся, если мы не прикроем это какими-то такими фиговыми листочками, потому что наше государство по умолчанию никогда не заинтересовано в том, чтобы давать тебе больше свободы. Оно заинтересовано в том, чтобы ее сохранить, тогда, когда ты ее начинаешь забирать уже, просто вырывать из рук, потому что по такому стандартному принципу любого голубого воришки, то есть любого вот этого, который там сам не хочет, но постоянно ворует, оно заинтересовано держать возле себя абсолютно все, что только можно вокруг где-то снять, украсть и так далее, и так далее. Поэтому, естественно, что та лицензия или те частоты, которые когда-то это государство себе присвоило, не оно лично, а там при государстве, там какой-то очередной барыга, естественно, что не было заинтересовано в том, чтобы каким-то образом лишаться не только этого, но плюс к этому еще и огромного количества других дополнительных свобод, которые у нее в результате просто выхватили из рук, мы с вами. Поэтому, наверное, это самое сложное объяснение, зачем мы пошли заниматься 3G, то есть как бы, ну вот, наверное, самое правильное так созрело спустя все это время. Сейчас это уже прошлое, потому что сейчас уже есть 4, уже все забыли о том, каково это, когда ты едешь, у тебя тупо вот эта вот штука, и ты не можешь даже картинку тупо открыть элементарно. Но когда-то это было очень актуально, поэтому я считаю, что вот эта вот история с таким социальной инициативой, когда вот просто люди, за ними никого нет, никто не стоит, просто люди из ниоткуда возникли, то есть как бы и с помощью вот этого гражданского объединения РПР просто внедрили 3G, а потом ушли. Они охуели все это, да, то есть как бы никто не мог понять, то есть, а кто, кто вам за это заплатил, нам не нужно ничего, нам нужно просто котиков в Инстаграме, то есть как бы и все, в этом заключалась наша фишка. Вот, да, то есть это важная штука. Но если получится еще Paypal. Что касается эскалатора, то это есть как бы на самом деле такое вот хакерство, да, то есть это есть вот такая вот попытка всхакнуть эту систему изнутри. Это просто ради азарта и удовольствия или ты пользуешься этим эскалатором? Смотри, потому что если, нет, я вот, если ты спрашиваешь про 3G, то там пришел Uber благодаря этому, понимаешь, то есть не было бы у нас 3G, не пришел бы ни хрена Uber. Не пришел бы Uber, то есть как бы у нас бы по-прежнему барыги стояли пузатые возле входа в аэропорт и на вокзал, то есть как бы им по-прежнему позорно встречали бы всех. Понимаешь, здесь целое, ты запускаешь сценарий, но в начале он кажется абсолютно безобидным. Что такое эскалатор? 20 метров где-то там. Я правильно понял, что эскалатор приведет к выходу Paypal в Украину? Нет, эскалатор, это крутая тема. На самом деле, я думаю, вряд ли он приведет к выходу Paypal. Apple сюда затащил, да, когда-то они там ролик снимали на вокзале. Но эскалатор сдвинет огромное количество всяких неработающих процессов в Украинской залезнице, которая сама, как уже просто мертвая старуха, чучелом которой машут перед толпой, которая ничего не понимает. Киевский вокзал – это хоспис, в котором эта старуха умерла когда-то, понимаешь? Поэтому там и запах соответствующий, особенно возле туалетов там внизу. Поэтому этот эскалатор – это и есть тот символ реформ наших. И то, что его не могут починить уже третий или четвертый год, то есть как бы говорит о том, что у нас тупо импотенты. Они не могут друг с другом договориться. Вот и все. То есть эскалатор – это самая простая история. Ну и я думаю, что в результате вот этот мем, который мне удалось создать с этим эскалатором, он очень позитивный. Это уже мем? Это мем уже, да, безусловно. Если ты напишешь там эскалатор или расскажешь эскалатор, по нему знают примерно все или большая часть людей. Такой достаточно популярный мем в украинском Фейсбуке, естественно. Какая реакция? Ребята указали, знаете, или где-то еще? Как? Уже там третий топ-менеджер поменяли? Никак не могут. Из-за этого? Я надеюсь, что не из-за этого, но мне кажется, что это было очень серьезной причиной. Гройсман этим занимался, там еще кто-то. Из кого-то? Перепалка была между министром инфраструктуры и одним из топ-менеджеров Украинской залезницы. В том числе, то есть, как бы, сам этот топ-менеджер Украинской залезницы заявлял о том, что мы починим сейчас и так далее. Ну, то есть, это уже вышло на какой-то такой уровень, про который, в общем-то, уже, наверное, знают примерно все. Ну, а какая дорожная карта у эскалатора? Что там дальше? Какая цель? Слушай, ну, честно, не думал на эту тему. Может, там, легализацией займусь, то есть, как бы, легалайз. Я подкину тебя, если не... Я, на самом деле, да. Я считаю, что вот за счет таких задач, которые кажутся абсолютно маленькими, и они в результате приводят к каким-то совершенно невероятным, огромным изменениям, вот в этом и заключается принцип какой-то моей социальной активности, понимаешь? Ну, можно бесконечно долго заниматься дерегуляцией или какими-нибудь, не знаю, борьбой с коррупцией и так далее, но это все настолько рассеяно, это такой огромный океан говна, да, что ты в результате, то есть, никогда не сможешь увидеть даже результаты своих каких-то, свои какие-то деятельности. А я люблю практические какие-то шаги и какие-то практические результаты. Вот я долбаю этот PayPal, он до сих пор не случился по многим причинам, но я каждые две недели пишу их топ-менеджеру в Европе и напоминаю о себе. И для них я уже тоже мем, я ему пишу и говорю, «Эй, как дела, ты собираешься сюда заводить PayPal или нет?» Каждые две недели. Он отвечает? Может быть, иногда, примерно раз в три несколько месяцев он отвечает, то есть, как бы, но я для него уже часть его жизни, понимаешь? То есть, я надеюсь, что это все-таки случится и произойдет, я надеюсь, что это произойдет в ближайшее время, просто я молчу на эту тему, потому что нечего сказать, а говорить просто так и пиариться на том, что я что-то делаю, я не люблю. То есть, я хочу, чтобы был результат. Поэтому, вот в случае с PayPal я когда-то пообещал, что я его добью, я его добью. А с точки зрения эскалатора, ну, наверное, не судьба, потому что PayPal, мне кажется, проще завести, чем починить эскалатор на этом железнодорожном вокзале. Что с ним произошло? Почему его не могут починить? Не могут его починить, потому что система гнилая. Они не могут собраться тут все друг с другом, договориться о том, что, блядь, завтра мы сделаем, сука, этот золотой эскалатор. Лично гвозди Гройсман будут вбивать в это. Я им уже сценарий предлагал и так далее. Они могут этого сделать, потому что, видимо, не в состоянии зайти на eBay, купить эскалатор, привезти его на вокзал и воткнуть в существующую эту историю. Понимаешь? То есть, как бы вот у них, в общем-то, видимо, где-то мозги не так устроены. Может, английского кто-то не знает там или не знаю что. То есть, понимаешь, что есть, и это очень смешно. Это очень смешно, потому что это характеризует их ярко с точки зрения практических действий. Ты понимаешь, что представить, какой у них пиздец в других вещах, если они даже в этих самых простых не в состоянии сделать эту историю? Три года. Больше даже, да. Сейчас на Дарницком железнодорожном вокзале сломался. Я там фотку Женя запустил. Так что это уже серийно. Он передает друг другу приветы. Это эпидемия. Ну, вот и все, друзья. Надеюсь, вам понравилось. А теперь конкурс. Сегодня у нас два приза. Первый из них это книга презентации в стиле TED. Как вы знаете, TED это крупнейшая в мире серия выступлений, где великие люди толкают свои великие речи. И, собственно, в этой книге собраны 9 приемов лучших в мире выступлений. Это первый приз. А второй это бизнес-обед со мной. Где, во-первых, я вас накормлю. А во-вторых, я расскажу о том, как делать свой канал на YouTube. Стоит ли вообще этим заниматься. Какие-то лайфхаки по YouTube. В общем, сейчас это популярная тема. У меня в этом, так получилось, есть определенный опыт. Либо о франчайзинге, о создании франшизы, масштабировании бизнеса. В этом тоже у меня большие компетенции. В общем, найдем тему для общения. Единственное, ограничения обеды могут быть только в Киеве, где я в основном нахожусь. Или в Москве, где я тоже периодически бываю. Вот такие призы. Ну, а теперь условия конкурса. Во-первых, поставить лайк этому видео. Поставили? Я жду. Поставьте. Спасибо. И проверить свою подписочку на канал. И включен ли колокольчик. Вот это прям обязательно. YouTube сейчас такие алгоритмы ввел, что не всем подписчикам, к сожалению, прилетает рекомендация посмотреть следующий выпуск French TV. Ну и, конечно же, комментарии нужно написать. Мы сегодня говорили с Ильей о том, как улучшать офис. Он поделился своим мнением. А мне еще интересно послушать также ваше. Что сработало у вас? Какие мелкие, средние или большие изменения в офисе повлияли на то, чтобы офис зажил новой жизнью? Чтобы сотрудники стали радоваться и с радостью ходить на работу? Какие-то, в общем, советы по тому, как улучшить корпоративную культуру, свой офис? Не знаю, что угодно. Напишите, интересно ваше мнение. Ну а через какое-то время я выберу два самых интересных комментария, и их авторы получат призы. Вы, кстати, напишите, что вам больше нужно, книжка или обед со мной? Я не обижусь, если вам нужна книжка. Хотя мне она тоже, конечно, нужна. Я не успел ее прочитать, но у меня есть еще немножко времени. Друзья, в общем, пока я читаю книжку, а вы ждете следующий выпуск, делайте все, что я попросил вас сегодня. Я буду за это супер признателен. Увидимся очень скоро. До встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok